И всем привет, дорогие лесятки! Вот и новый выпуск новостей! Сегодня мы будем говорить о том, в каком виде увидим продолжение Наруто в лице его сыночка Баруто. Кое-что о бензопиле, а также своеобразный финал Блича. Кстати, не забудьте про наш бустик, где вы можете получить доступ к эксклюзивным материалам, тем, что еще не вышли, или же никогда не выйдут на ютубе. Кстати, огромнейшее спасибо Лиане снова за поддержку! А ежели вы хотите поддержать канал, но у вас проблемы с бустикой, реквизиты в описании. Ну и, конечно, лайк и подписка – это тоже огромный плюс, ведь благодаря этому ты постоянно будешь в курсе всех событий мира аниме и не только. Все, заканчиваем саморекламой. Погнали! Новый трейлер аниме «Объединитесь». А ну, признавайтесь, кто из вас любит петь в душе, или же на какой-нибудь контент-платформе вроде того же ТикТока и Ютуба. Наша главная героиня Акира Киоси любила, и однажды ее заметили. Да, светлый посыл, работай усердно, и тогда тебе может улыбнуться удача, и тебя заметят. Но, правда, от себя бы сказал, что удачу еще порою нужно подпинывать. Самому стучаться в двери к именитым людям, или же к возможным менеджерам. Агентство по поиску талантливых людей, которое заметило Акиру, основала легендарная айдл-пара, которая сошла с дистанции и стала воспитывать новое поколение. Наш главный герой создал группу «Протостар» и начал свой путь в шоу-бизнесе, на котором ему встретятся множество препятствий и битв против других айдл-групп. И, скорее всего, они будут иметь дело поначалу с такими же новичками, как и они, а потом с мастодонтами индустрии. И в финале, скорее всего, такой же амбициозной новой группой, которая, к тому же, гениальная, ну или что-то вроде того. Да, небольшое вангование сценариста. Трансляция данного произведения ждет уже нас на Рождество, и не только его. Так что ждем 7 января с нетерпением. Новый трейлер «Ньер Автомата». Охо-хо, все ближе и ближе аниме про противостояние человека и бога из машины. На планету спустились пришельцы, которые благодаря вирусу создали несокрушимую механическую армию, и она оттеснила человечество на Луну. Однако человечество не было бы человечеством, если бы они просто так сложили лапки. Не все сдались, и некоторые готовы к сражению против превосходящего врага. Так что нас ожидает история о превозмогании и одной из самых неловких ачивок в истории Стима. Интересно, учитывая сеттинг роботов и прочего футуризма, ведь вполне себе можно ее и обстебать. Уже представляю, как после определенного ракурса на 2б на экране появляется плашка ачивки. На данный момент неизвестна полная стилистика и полный набор жанров данного произведения. Так что остается только строить теории и ожидать. Хотя с этим всегда нужно быть и осторожным. Ведь слишком много ожидаешь, разочаровываешься. Слишком мало, можешь вообще не посмотреть. Так что сидим в позе йогурта и ловим дзен до того, как мир автомата выйдет в свет. Ждем трансляции также на Рождество. Не забывайте, 7 января ждет много подарков. Опубликовали новый эндинг Человека-бензопилы. Новый на сей раз 12-й приход. Ну то есть эндинг аниме Человека-бензопила. Впечатлило в общем-то то, что этот эндинг это реально не приход после прокисшего грибного супа у аниматоров, а просто маленькая и ламповая история. День из жизни главных героев аниме без сражений и прочего. Как говорится, занавесочная история. Однако, в отличие от самого жанра, этот эндинг приятно и не напряжно наблюдать. Что в принципе очень даже логично для аниме, адаптированного по манге 13 тиражей, которые в общем тираже составили более 23 миллионов копий. Ожидание качества очевидно. Так что у аниматоров и студии в целом нет выбора, кроме как пыхтеть. А у нас нет иного выбора, как это замечать и поощрять. Вторая часть финальной арки Блич. Блич – тысячелетняя кровавая война. Она же ТКВ. Она же тыква. Финальная на данный момент из полноценно созданных арок Блича. На общество душ напал опасный враг, которого считали давно умершим. Квинси во главе с одним из опаснейших персонажей Блича, императором Яхабахом, он же Яхве. Главному герою Ичига Курасаки, а также капитанам ГТ-13, предстоит противостоять Квинси, которые таили ненависть к шинигами и готовились к войне целых тысячу лет. Именно поэтому арка и носит такое название. Квинси готова к полному уничтожению шинигами во имя ликвидации баланса душ, а также короля душ. А шинигами еще следует подготовиться к защите своего дома и спасителю короля душ. Ожидаем продолжение финальной арки Блича уже летом, так что запаситесь терпением. И если боитесь спойлеров, заклинаю вас, даже не смотрите в сторону манги. Я вас предупредил. Ликуйте, братья и сестры, кто смотрит Баруто. Ведь вы узнаете, что в серии номер H появятся старые персонажи. Не знаю, это из-за более зеленой травы или попросту неприятия чего-то нового, или реально Баруто в сюжетном плане слишком пресный. Ну да ладно. В любом случае выходит новая арка Саски Рецуден, которая посвящена приключениям супругов Учих. Здесь у нас экранизация Ранобе, которая вышла в свет 2 августа 2019 года, и манги, которая адаптировала это Ранобе уже 23 октября 2022 года. Наруто заболевает, и Саски вызывается на помощь старого друга. Чтобы вылечить блондина, Учиха попадает в старую изолированную обсерваторию. И походу он это делает с помощью Амена Таджикары. И главное, чтобы случайно в стену не телепортнулся, а то клонирование посредством стены – это не самый лучший вариант для Канохи. Два теневых Хакаги, конечно, хорошо, но никогда это две половинки единого теневого Хакаги. В этой обсерватории Саски находит, как когда-то думали, вымершее существо. А обсерватория у нас непростая. Помните фильм Наруто, где Наруто попал в тюрьму? Ну так вот, теперь очередь Саски. Как представляя его лицо, буквально говорящее. Ну давайте, покажите мне то, чего я еще не видел. Учихе предстоит искать способ излечить своего друга, прикинувшись одним из заключенных обсерватории. А после он встретится со своей женой Сакурой. И тут ума не приложу, как она там оказалась? Даже интересно стало, будет ли там повторно использована техника, которая запрещает использовать чакру. И если да, то как она будет работать на Тайдзюцу и Кензюцу? Все же у нас Саски уже взрослый, так что один раз посмотрит своим ренеганом и уже все коней двинут. А ведь будет забавно. На Саски поставили метку печать, а он с помощью ренегана просто взял ее и поглотил в один момент. Дорогой дневник со стороны надзирателя. Аниме новостей подошел к концу. Пусть новый год станет хоть немного легче предыдущего. Всем пока!